Муж прибегает домой, кричит, дорогая, что случилось? Ты сказала дело срочное, я отпросился с работы, еле доехал с этими пробками. Жена отвечает, мне жарко, подуй на меня. Муж звонит жене, дорогая, я как всегда буду поздно, я в пробке, не знаю когда рассосется, жена, а как твою пробку зовут? Общается муж с женой, муж спрашивает, почему весна задерживается? Жена, ты видел какие пробки? Наши люди никому дорогу не уступят, даже весне. Пробка, это когда 99% участников считают себя самыми хитрожопами. На совещании директор спрашивает, ну как? Уменьшились ли пробки после изменения часов работы чиновников? Подопечные, да вроде нет. Директор, может им вообще запретить на работу ходить? Подопечные, ходить запрещать не стоит. А вот ездить нужно запретить. Встретились два друга, общаются, первый говорит, я сегодня, пока на работу ехал, в такую пробку попал, второй отвечает, повезло тебе, а я даже в пробку попасть не смог, на метро доехал. Два друга общаются, первый спрашивает, что значит выражение сжигать мосты, второй отвечает, ну например, это когда, открыв бутылку водки, выбрасываешь пробку. Полночь, в сауне с девчонками, развлекаются уставшие за день бизнесмены. Одному из них звонит жена, дорогой, ты где? Мужик отвечает, представляешь, на перекрестке в пробке застрял. Жена, а ну-ка посигналь. Деревенские мужики, прикупив пару бутылок вина, устроившись на заваленке, не могут их открыть без штопора. Один другому и говорит, вот, видишь, Иван Афанасьевич, мы с тобой в глухой деревне живем, а проблемы-то у нас как в городе. Это какие, Федор Кондратьевич? Пробки, Ванька, пробки. Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джин сидит, надо потереть. Трет час, трет два, трет три часа, уже в конец устав. Слышит скучающий голос из бутылки. Вань пробку, дурак. Вечер. Пробка. Один нетерпеливый водитель, раз пять посигналил тому, что впереди. Тот, оглушенный звуками сигнала, высовывается из окна и кричит. Да работает у тебя клаксон, работает, проверь теперь фары, что ли. Ладно. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok